Приятно ехать. Я езжу сюда с Донской. На автобусах, которые с подъемниками, тоже 17-й, единица. Они сейчас все с откидными пандусами. Перемены в Сочи, говорит Николай Цверов, значительны. Теперь можно гулять по городу, бывать на море и в ривьере. 44 перехода в Сочи оборудованы подъемными устройствами. При некоторых есть дежурные, в других нужно ждать специалистов. Ситуация в третьих непонятна. Глава Сочи Анатолий Пахомов предложил обязать все компании, которые обслуживают лифты, оперативно отправлять своих сотрудников на вызовы. Наш местный колясочник звонит заблаговременно, предупреждает и обслуживающая организация, она должна прибыть к такому-то времени, какому он сказал. Второй случай, если это гость или даже наш, но он заблаговременно не сообщил, он подъезжает к подземному переходу и должен спокойно набрать номер телефона, который будет на информационном щите и вызвать и подождать в течение 20 минут. По темпу создания безбарьерной среды Сочи остается лидером в стране. На строительство пандусов и подъемников закупку специализированных автобусов выделялись миллионы. Теперь предстоит решить еще одну серьезную проблему, с которой сталкиваются во всей стране. В Сочи более полутысячи человек вынуждены передвигаться в инвалидных колясках, и многие из них остаются, если так можно выразиться, узниками башни. Ею может стать обычная пятиэтажка, причем проблемными оказываются спуск и подъем даже на первый этаж. Около ста ступенек до квартиры на пятом этаже Евгений Стриганов преодолевает с помощью жены Ирины и школьного друга Марка. 35-летний мужчина работает в сети дома, создает сайты, сопровождает их. Говорит, если бы легче давался выход на улицу, возможностей для самореализации было бы больше. В администрации предлагают решение, ступенькоходы. Устройство, которое поднимает человека в коляске по любой лестнице. Сколько и каких именно механизмов будет приобретено, решится в ближайшие 10 дней. Впрочем, есть еще одна проблема, с которой технический прогресс пока не справляется – вандализм. Немало устройств уже разрушено хулиганами. Ты подходишь, там кнопки нету, она отсутствует. Ее выдрали с корнями. В первую очередь, они вредят людям с ограниченными возможностями. Естественно, они должны это понимать, что они сами могут в конце концов когда-нибудь оказаться в такой ситуации, когда они не смогут. Кроме упований на совесть сочинцев, есть еще одно средство. По решению городских властей, полиция и казаки во время вечернего патрулирования будут присматривать за лифтами перехода. Кроме того, предполагается установить и видеонаблюдение. Игорь Кюрпа, телекомпания ФКТ